Сеат Леон Декоративная деталь Ее можно найти очень легко Если даже вдруг чего-то нет Это срок поставки 2 недели То есть я думаю, что с каким-нибудь Без какого-то молнинга, без какой-то заглушки Можно покататься 2 недели Поэтому эти машины можно спокойно приобретать А теперь давайте я вам расскажу По стоимости содержания данного автомобиля И начнем мы с ТО ТО Мотор у нас на автомобиле 1.2 ЦБЗБ Мотор очень распространенный И его побаиваются Начнем мы с ТО ТО на автомобиле стоит реально небольших денег Есть четные и нечетные ТО Как я повторял ранее На нечетных ТО вы меняете Масляный, воздушный и салонный фильтр Хотя регламент говорит Вам менять только масляный и салонный Не надо этого делать на турбированных машинах На четных ТО, то есть раз 30 тысяч Либо по состоянию смотрите Вы меняете свечи зажигания И если в вашей модификации стоит проточный топливный фильтр Его тоже обязательно менять раз 30 тысяч километров Потому что топлива у нас не очень Если его нету Просто докупайте специальную присадку В топливный бак Для того, чтобы топливная система Сама очистилась Форсунки Не засирались И все у вас было хорошо В целом больше ничего такого по ТО нету Колодки, диски Это все индивидуально абсолютно Поэтому об этом мы поговорим чуть позже А теперь давайте перейдем к двигателю Мотор 1.2 Как я и говорил Буклы мотора БЗБ Какие БЗБ? ЦБЗБ Вот Машина очень распространена Их приобретали очень много Но пошел прям дикий слух Что это дико ненадежные автомобили На самом деле все не так Для того, чтобы он у вас ходил долго Вам нужно делать банальные вещи Я говорю это в каждом ролике Но это реально нужно делать Вам нужно масло менять Раз 5 8 тысяч километров А не раз 15 Как рекомендует того завод Давайте посмотрим на сам мотор И на его какие-то расходные материалы По расходным материалам Является у нас актуатор турбины Он периодически выходит из строя Стоит от 10 до 13 тысяч рублей Также периодически из строя Выходят термостаты и помпа Они тоже стоят не очень больших денег И меняются просто на излете Можно даже самостоятельно сделать И цепь ГРМ Цепь ГРМ у нас будет меняться Примерно раз 120-150 тысяч километров Зависит от стиля езды Может меняться чуть раньше Зависит это именно от года автомобиля Потому что если у вас стоят Уже модифицированные натяжители Звездочки, цепь успокоители Тогда это ходит реально очень долго Если это первые поколения автомобилей Вы взяли с одним владельцем из-под девушки С небольшим пробегом Я бы рекомендовал поменять цепь Во избежание каких-либо казусов Определяется изношена цепь или нет Очень легко Если на холодную вы заводите И у вас происходит металлический звук Это говорит о том, что вам по-хорошему Уже надо ехать в сервис и менять И ехать очень аккуратно И я бы даже, чтобы не рисковать Отправил автомобиль на эвакуаторе Вот Также по мотору необходимо менять Если машина свежая То первый раз, раз в три года Потом каждые два года И менять антифриз для того, чтобы у вас не рассыхались Патрубки на системе охлаждения И все пластиковые изделия Потому что если вы этого не будете делать Антифриз теряет свои свойства И все это начинает сохнуться Потом вы попадаете на систему охлаждения А это всегда стоит недорого Но это всегда что-то по одному Отваливается Занимает огромное количество времени И создается иллюзия того, что машина Просто-напросто начинает сыпаться И многие их продают в панике из-за этого И поскольку у нас турбированный мотор Вам необходимо мыть радиаторы Обязательно мойте радиаторы хотя бы раз в год Весной, когда вот вся липа, вся пыль она сошла Вы помыли, когда высокие температуры Автомобилю дышать намного легче У нас капот сейчас лобовой и не улетит Автомобилю дышать гораздо легче И как бы, ну, турбина будет ходить дольше И сам мотор будет ходить дольше Поэтому помойте радиаторы и все будет хорошо В целом по мотору все, что хотел рассказал Теперь давайте перейдем к подвеске Подвеска Подвеска на этом чудном автомобиле Блин, у ВАГа все унифицировано Поэтому подвеска здесь такая же, как у пятого У шестого Гольфа и огромного количества автомобилей Кто в курсе, напишите дальше в комментариях По подвеске Передние, нижние, Г-образные рычаги Что на них может выйти из строя? На них может выйти из строя задние соленблоки передних рычагов Они идут вместе с обоймами Проще поменять сразу же соленблок с обоймой Чтобы не было никаких проблем Стоит это около 1300 рублей И в целом все Вот у владельца как раз оказался этот соленблок передней подвески Сзади он на рычаге здесь находится Почему он усиленный? На обычных идет 4 дырки На усиленных 2 Есть также еще от Audi RS3 либо TT RS В зависимости от того, стоят у вас симметричные либо асимметричные соленблоки Они вообще монолитные Если вы ставите от TT-шки, либо от TT RS, либо от RS3 То автомобиль становится гораздо более жесткий То есть здесь каждый выбирает сам для себя Также это очень хорошо распространено на Тигуанах Я рекомендую поставить эти соленблоки И тогда у вас машина перестанет клевать мордой на торможениях Владельцы Тигуанов меня поймут Продолжаем обзор Часто будут выходить из строя передние стойки стабилизатора Но комплект передних оригинальных стойк стабилизатора Это две стойки стабилизатора И гайки, которые необходимы ко всему этому Они стоят около 1800 рублей Все остальное по подвеске ходит реально очень долго Даже если у вас выходит из строя рычаг, либо шаровая опора Я бы рекомендовал поставить оригинал Это будет не бюджетно, но это отходит около 150-200 тысяч километров То есть если вы планируете машину брать надолго для себя Это отличный вариант Давайте поговорим о задней подвеске Задняя подвеска на автомобиле, как я и говорил, пятый-шестой гольф То есть здесь у нас часто выходят соленблоки задних нижних рычагов Которые находятся ближе к центру автомобиля, так называемые лодки Можно поменять отдельно сами соленблоки Можно поменять рычагами В зависимости от износа Важно знать, что при заказе задних соленблоков Обязательно надо приобрести развальные болты Потому что в крупных городах, типа Петербурга, Москвы И везде, где есть реагенты Все это закисает и ходит буквально два года После этого не выкрутить, ничего не сделать И нормально развал не выставить А это как бы вам грозит Во-первых, повышенным износом резины Во-вторых, это просто небезопасно Также по задней подвеске у нас часто выходят из строя Но не часто, как бы Это распространенные болячки Соленблоки продольных рычагов Стоят они около 350 рублей Оригинал поменяли, забыли И хватит вам этого еще тысяч на 80, на 100 И задние стойки стабилизатора Придете вы к этому примерно раз в 80 тысяч километров Собственно, поэтому, в принципе, в подвеске машина реально надежная К ней никаких нареканий нет И все любят эти платформы Вот за просто энергоемкость За огромный моторесурс подвески Из-за ресурс многих автомобилей А теперь давайте перейдем к коробке По коробкам На этом автомобиле стоит механическая коробка передач И с ней в целом никаких проблем нет Главное, примерно раз в 3 года на ней менять масло Либо масло менять раз в 80-90 тысяч километров Надо всего 2 литра масла Оно стоит по 800 рублей Поэтому я реально рекомендую менять Не надо вестись на такие вещи, что в механике масло оно вечное Любое масло, оно имеет срок Оно либо имеет срок по возрасту, либо имеет срок по пробегу Потому что вечного ничего не бывает И также на этих автомобилях шли 7-ступенчатые DSG Если мы берем моторы 1.2 и 1.4 Коробка, которая прославила своей дикой ненадежностью И своей дикой дороговизной в обслуживании Действительно ли это так? На данный момент уже нет Потому что здесь стоит DQ200 7-ступенчатая коробка Из того, что на ней дорогое И то, что ломается На ней ломаются 2 вещи Первое это сцепление, оно периодически выходит из строя А второе это мехатроник По сцеплению можно приобрести аналог Он будет стоить около 23-28 тысяч рублей Все будет подробно, как обычно, в таблице в описании Можно приобрести оригинал Он будет стоить около 32 тысяч рублей Но в оригинале тот же самый аналог А именно фирма Люк Но здесь нужно реально шарить и понимать Какое вам необходимо привезти Потому что было огромное количество модификаций коробок И само сцепление, если вы привезете не то, оно просто-напросто не подойдет Если неопытный механик начнет его ставить И уже взведет сцепление Все То есть это сцепление больше ни на что невозможно установить Поэтому замена сцепления на DSG стоит немаленьких денег Потому что большая ответственность Один раз поставил, обратно уже взвести по-человечески нельзя То есть сцепление идет на выброс Теперь поговорим о мехатронике Мехатроники действительно ли они такие дорогие Сколько они ходят? Ходит мехатроник около 80-100 тысяч километров Зависит от стиля езды Если вы кидаете машину в пробки на спорт Либо в механический режим То будет ходить еще дольше Сам ремонт мехатроника обходится порядка 25-30 тысяч рублей Не нужно приобретать новый за 80-90 тысяч рублей То есть здесь реально можно отделаться Единственное, что если вы прям совсем запустите автомобиль и коробку То, конечно, придется приобрести мехатроник И ждать вы его, скорее всего, будете из Германии Поскольку они заказны, идут именно под вин автомобиля На свободном рынке, когда говорят, что у нас есть мехатроник в наличии Это очень сомнительно На очень маленькое количество модификаций коробок Можно было приобрести мехатроники прямо из наличия А так, в основном, это все под вин автомобиля Непосредственно из Германии Тормоза на автомобиле стоят недорого И они довольно-таки неприхотливы Единственное, что при замене тормозных колодок Периодически необходимо смазывать направляющие саппортов И смотреть в целом, в каком состоянии саппорта Для чего это делается? Для того, чтобы просто был равномерный износ колодок И машина нормально тормозила Плюс не было лишних перегревов И не сжирало диски Спереди тормоза, если вам вдруг не будет хватать И у вас какая-то усиленная версия Спокойно ставятся от других вагов Стоят они вообще реально прям полтон И можно поставить вплоть до 345 тормозов Но тогда вы будете кататься минимум на 17 дисках Стоит это того или нет, выбирать каждому Задние тормоза тоже бюджетные Никаких сверхъестественных вещей Единственное, что по задним тормозам Если машина возрастная, может доставить какое-то неудобство Это механизмы электрического ручника Стоят они около 12-19 тысяч рублей Но выходят они из строя крайне редко Если вы следите за автомобилем Обычно это если был какой-то удар И потом было повреждение Поэтому переживать из-за этого не стоит Но, опять-таки, электрический ручник Никакого зимнего дрифта Поэтому думайте сами Банально, если вы вдруг попадете в ДТП Что, сколько примерно будет стоить Крылья передние будут стоить около 7 тысяч рублей Оригинальный бампер передний Порядка 12 тысяч рублей Фары, в зависимости от того Ксенон, галоген, адаптивный, неадаптивный От 9 до 45 тысяч рублей Это все зависит от комплектации Капот будет стоить около 12-15 тысяч рублей В принципе, ничего сверхъестественного по автомобилю нет Нет ничего того, чтобы вы могли ждать годами, месяцами И надеяться, что, наконец-то, вашим детям Эти запчасти придут И семейный автомобиль станет на ходу Все с ним будет хорошо Нет, даже самые долгие сроки поставки Это месяц Ну, это прям максимум А так все это в легком доступе Даже лобовые стекла на них еще есть в наличии И все с этим хорошо Я не буду долгое время в наличии Потому что машины продавались В довольно-таки большом количестве на нашем рынке И нет ничего того, что здесь невозможно привезти Либо быстро, либо чуть подождать Нету Это все полные мифы, что Seat это как бы, ну, вообще что-то недосягаемое Непривозимое и так далее В современном мире этого нету Мы можем привезти на любой автомобиль в А-группы Все очень быстро и недорого Все проговорили, давайте теперь подведем итоги по автомобилю Итог Стоит ли приобретать этот автомобиль Это выбор каждого Но я бы его рекомендовал брать Особенно на механической коробке передач Если вам нужна машина спокойная И машина вам нужна с маленьким расходом бензина Потому что машина кушает реально мало Она кушает в городе в районе 8 литров А то и меньше Зависит от стиля езды Подвеска на ней очень надежная Тормозная система тоже хорошая Ей этого более чем хватает При этом можно бюджетно перейти на что-то более серьезное Если вам вдруг этого не будет хватать Да и в целом автомобили начинаются примерно от 300-350 тысяч на рынке Но будем честными, это дрова Живой экземпляр вы возьмете примерно за 400-500 тысяч рублей Но приобретая автомобиль за 300 тысяч Как это сделал владелец и переделав в нем все Вы будете знать, что сделано именно вами Что стоит новое, а что еще требует внимания Спасибо большое, что посмотрели этот ролик Спасибо ребятам на рейн-дровере, которые крутятся бесконечно вокруг нас И пока!